на другом берегу женщины плывут на яслах быстрее моторки даже за грибами все он сколько водок уже там всем привет и мы тоже собрались на тот берег посмотреть грибы будем собирать что получится глянем а мед 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 мы оставляли лодку то здесь ну-ка уйди здесь оставляли сейчас был поход на вторую зубу чуть позже надо выйдет фиг а яда купать че да хенцо а спать а спать походи не ест эн пара щит сетаны мейка вылазки делать походи монтонтонтонтон вот Аппаратада. Айда! Не отставай! Айда! 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 Лок, лок, лок! Лок! Айда! А кучем пырж! А кучем пырж! Айда! Айда! Айд! Айда! Айд! 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 Вежлив! Ты не отставай. Ну вот, зашли в тайгу. Маховик, бери, это маховик. Будем собирать пакеты, как обычно. Проверенные грибы, до нас уже десятки человек тут прошел, похоже на грибы. Вон он, ребят, первый чистый, первый гриб нашел. Город гопчур и Денис. Вот так, начало есть. Там впереди тоже вижу людей. Короче, тут вместо грибов только грибники. Все, кто может ходить, идет в этот бор, потому что он от тела недалеко. Вон второй человек. Все собирают. Реально подтестую все. Скосили тут. Ничего, рожка да ножка только тут. Вообще нету. Здесь без машины или же без мотоцикла. Там тоже вон народ. Куда ни плюнь, везде люди. Не знаю, куда идти. Даже не интересно. Мне интересно в таких местах мне ходить. Ну-ка, покажи. Там же. Белые. А там тоже? Угу, хорошо. Вот. А, там еще люди, да? Мы опоздали, ничего нету тут. Вот. Баба я. Баба я. Тебя купим, поделимся и обратно пойдем домой. Куча людей вон, прошла вон. Вон, сейчас по дороге четыре человека прошло. И смотрите, сколько тут оставили они. Да, я вижу. Мы уже молчим, смотрим, удивляемся. Ну, уйди, Айда. Уйди. Вот это. Вон, боровики это. Вот тебе, да. Чистый. Да. Ну, бери. Вот еще. Вон. Вот еще второй. Чего они не заметили? Ну, это я куем забавчить. Сейчас еще кружок такой. А вон еще, Денис. Ой. Я буду разведывать. Не забудь, я это тоже возьму. Таны вон. Смотри. Как это прозевали они, я не понимаю. А как мы нашли? Это уже непонятно. Просто вот на глаза попались, вон они. Какие. О. Видели? Это боровик. А, вон еще под ногами. Ха. Есть еще культуры. Чудесатая. Просто сказка какая-то. Вон. Все не заметили люди. Прошли и не заметили. Ну, вот считай, на жаркое уже набралось. Еще три штуки. Апа. Если аккуратно смотреть, может еще найдем. Говорят, с трех часов уже тут люди бродят. Это Денис Байжа. Куемся. Сейчас еще гляну здесь. Еще. Очередная гриба. Даже две штуки их тут. Вон. Красноголовик. И большой боровик. Но он, к сожалению, гнилой. Ну, красный вот этот возьмем маленький. Идем по болоту. Даже толком не знаю куда, в каком направлении. С правой стороны там большая болота. Слева должна быть где-то дорога. Здесь, короче, по бору шли и вышли на это болото. Ну, будем знакомиться с этими местами. Надеюсь, нас там ждет много грибов. Я так думаю. И выйдем на очередной бор. Сосной. Здесь зачес его. Кто-то сделал. Я думаю, даже не топором, а ножом так. И след человеческий один. Идет в ту сторону. Там уже впереди вырубка начинается. Это по ходу. Здесь какой-то зимний. Какая-то дорога. Может, конная была. Ну, честно, не знаю. Первый раз. Первый раз прошел здесь. Там уже вырубки кругом. Может, это... Нет. Не могу определиться пока, где я нахожусь. Сейчас выйду на дорогу. Там посмотрим, что нас ждет. Вот. Ну, вот. Вырубка не старая. Не лесопунтовская. Может, лет десять, наверное, здесь. Лет десять назад вырубали лес. Не больше. И, как я думаю, из этого местечка вот такой кружок получился у нас. Ну, сейчас уже бесконечные яголя. Тут места хорошие начнутся. Вообще, идеальные места для сбора грибов. Здесь столбы стоят. И, думаю, здесь посадка была. Ну, да. Вон. Видно, как посадили сосны вон. Ряды. Ряды идут. И здесь вот так. Думаю, тоже ряды должны быть. Вот так. Рядами сажали. Эта делянка вырублена и по-новому посажена саженцами. Я в свое время тоже сажал. Но мы сажали эти елки. Не сосну, а елку. Там вырубали также лес из ельник. Так. Ну, ладно. Идем дальше. Ну, вот. Как и говорил. Сосновый бор. Очень большой тут. Будем ходить искать. Кругом дороги тоже. Папочки. По пути попадаются участки, где были пожары вон. Но лес восстанавливается. Яголь еще восстанавливается от пожара. В принципе, лес не погиб. Он быстро заживает. Сосна. Ну, вот и маховик. Красавчик вам какой. Видели? Опа. Он как хрустит аж блин. Действительно хорошие грибы. Ну, вот еще, ребят. Я заметил. Вон он. Тоже маховик. Хороший гриб. Вон красноголовик. Вон. Он крупный, наверное. Гнилой. Вон он. Не, такой не берем. Плохой. Вон, ребят. Видите? Тоже подосиновик. Вон какой красавчик. ножки я оставляю ножками не берем но у белый грибов а только у баррака а так если много грибов вообще никакие ножки не берем тут уже ребят до нас кто-то уже ходил проваряли его чуть раньше нас может сегодня может вчера вроде нашел ребят вроде нашел я гриб он он видите две штуки у тоже все хана это уже все хана этот чистый этот мелкий вообще гнилой тут рядом еще один похож на 3 копейки монету 90 которые были еду еду вон вон ребят вам вон он вот они маховики сейчас еще одну штучку покажу он присмотритесь ребят белый еще там стоит так что грибники ходят на не все замечают некоторых местах мы пропускаем это они пропускают свежие чистые он какая красивая блин слюни потекли у меня удержался тихонечко надо ходить тихонечко и смотреть внимательно потому что очень трудно заметить баровика не прячутся блин это действительно насчет настоящая тихая охота без выстрела но надо быть внимательным очень внимательно чтобы заметить встретили с денисом вон еще баровики реал тут вот ты права смотреть две штуки даже вон давай 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 я пишу что это слишком большое yeaто подозрительный г if you интересно смотри этот уже мягкий если для сушки конечно нормально скажу вам на мало дырок но они очень мягкие и у нас ведра нету пакете будет очень мягким ну потихоньку набирается потихоньку набираем тут основная трасса вышли на трассу так ну что она выше поднимемся еще для не время есть целый вагон у нас будем еще бродить а тут смотрите сколько этих маслят это маслята тысячи штук они все гнилые очень много но сегодня у нас другая охота набора боровиков и красноголовиков все ну а а а а а и а десятки людей по этой дороге ходят а это почему тут оставили он почему шляпка ножки хорошая с виду а внутри он вот очередной боровик он там дальше еще увидел вот еще один для него как там чистые очень красивые хороший он еще один тоже не очень это ножки видать ножки плохие только ну и там дальше еще я две штуки вижу надо внимательно здесь еще смотреть вон они вообще чистые там еще один остался сперва на она я его и заметил покрупнее издалека я видел его толстый и чистый не понял точно чистый удивляет меня этот гриб обычно они вообще гнилые бывают я чистые такие он ножки оставляем дырками опять грибы 3 штуки 4 штуки 5 штук 6 штук красные гнилые такие не берем тоже гнилые такие дела здесь еще он красота тоже гнилой что ты будешь делать это еще годной сразу гнилой так убираю ну и еще один хороший опять потерял куда он ушел интересно с поля зрения не вижу его бор очень большой тут огромный хороший красивый и мало людей тут пока вообще тут никого выдать не было прям море грибов красноголовый к висе тут четыре штук и пять штук это стал там еще один шестой он хороший это уже все так дальше смотрю и он они только только выходят и уже тоже гнилые тоже гнилой все гнилые не я если вот так собираю и вам буду показывать вот сколько я собираю грибы красивые хорошие хвалить буду на это будет нечестно ребят они его внутри какие так что смотрите что творится этом грибе надеюсь видно сколько их там и писать не надо что плохо собираем грибы все оставляем по кругом их кругом очень много нарвались на место одним словом он там кругом кого-то не гнилые к сожалению все десятки штук их только-только вот начали выходить чистый нормально тоже чистый здесь одна . но дома проверю там еще никого нету думаю из этих истервей так попрятались опа они второй третий четвертый пятый шестой шесть штук с белой шляпкой или поганка это нормальный гриб вообще я думал поганка подосиновики под березовик это есть белый шляпкой а вон боровик второй третий наклонился чтобы взять с белой шляпкой у чем выход хороший грибал еще вот нельзя мы сюда пришли 7 километров до сюда 7 километров мы даже больше протоптали круг кругом прошли рук такой сделать у болот ушли но нельзя сразу скажу маховик блин если будет выбор красноголовок или маховик я рано выбор аккумулятор разродился ребят я начинал говорить что если будет выбор чтобы чтобы взять красноголовок или маховик я бы выбрал маховика он очень вкусный гриб вкуснее красноголовок а даже вон там я вижу гриб вон там гриб вот тут ущелья на грибами везде другом грибы боровиков меньше на красноголовиков куча вон они тоже гнилой много грибов конечно тоже гнилые но и годные тоже есть вон там три штуки я вижу здесь он онлайн да он как красивый тут 4 даже 5 вот такие оставляем конечно можно почистить он в принципе годный гриб но выбор есть затем я буду тащить лишний груз если хороший грибов до хрена для сушки самое то но смотрите чистый но такой не буду брать очередная машина едет или мотоцикл все устремились за ягодами за грибами не дал не надо далеко подходить тому же очередной игры мы дальше не пойдем этот этот бор нам хватит на целый день чтобы обойти да и дальше идти уже не стоит вон вот я повернулся на 90 градусов и очередные грибы вон так что никуда мы уже не пойдем целый рюкзак думаю наберем здесь куда больше дома почищу этот это место да нет ни хрена все гнилое этот нормально это да вот это мы попали в рай райский гриб грибное место райское грибное место там тоже я вижу уже денис не знаю где он бродит пока кричать не буду авария небольшая давай выгрузим и в рюкзак сейчас я приду выгрузим мешок не выдержал два пакета уже считай ну-ка давай разорви нормально покажем только тут был особый раз у тебя на белых больше вот оцените нашу работу еще немножко побродим и уже думаю хватит на сюда сеттенский а не это рюкзак сейчас и будем до складывать чары джекеса самые крепкие вниз вон они какие здоровые это первые грибы нам что мы нашли сегодня сегодня жарко и отличная будет считай без картошки без ничего просто грибы пожарим и луком туда репчатый лук еще добавим и все думаю будет очень вкусно этот пакет порвался пришлось перетарить да и уже принципе так насколько два пакета только оставая остается да вообще уже нету так один пакет но да в принципе да нормально этот пакет сейчас наполним и еще руках два пакета у нас будет все достаточно что мы берем что будет то будет это сегодня так мы вот нам портанула завтра людей здесь больше будет просто не каждый раз так повезет потому что 7 километров они придут сюда мусор также собой возьмем все так любой пакет бери и дальше работать так скажем не пришлось далеко уходить вон они вот так вот первый гриб после перекура небольшого смотрите тут проваряли а тут уже новые грибы вон барайки свежие вышли уже тоже чистые немножко грязные конечно с песком а или может не заметили этот уже все хана будто чистый на червей не вижу ладно возьмем их не для сушки если на машине были бы можно взять на такой тащить на себе не будем ну а боровик там денис уже тоже собирают вон тарой зря никита сегодня не пошел с нами удовольствие вы получил сбора грибов вот так вон две штуки даже чистые ну да очень даже чистые заметил три три четыре пять пять штук шесть удовольствие прям получаешь вот это дать вот сегодня такой ужин будет ребят я вам скажу красота любимая пора осень он как вылезли они вон дели интересно как то вон еще три да хреново что бы не на технике сегодня можно было бы набрать целый кузов высушить все ну засушить печки и зимой просто рай что еще скажешь тут вот так как то непривычно мне чтобы такое большое и без червя вон там еще один три три штуки ну да вон как прогоряли тут ходили тоже здесь уже река сюда мы обычно заезжали на уазике за грибами пакет полный все пора уже домой вот так сейчас речку посмотрим любимая река у рыбаков круглый год здесь рыбачат многие приезжают из города рыбаки на верховье ездят ну вода большая тоже между прочим ладно наверное повернем домой в принципе пока обратно будем идти там наполнится уже мешки наши два гриба справа боровик и две штуки и еще правее увидел 3 даже вон красноголовик злой митя хороший первый сорт все первый сорт если для сдачи вообще сегодня на 10 тысяч уже собрали бы вот так все дальше уже не пойдем очень огромное место еще тут ходить мы уже направляемся повернули домой вон бесконечно там еще дофига места для сбора грибов три штуки смотрите тут проверяли до нас несколько дней раньше на тут все проверяно и вон там уже новый выход также так что грибы только только начали выходить вот так вот все хорошие боровик два три штуки даже три штуки даже вон сколько их ты ты вот это да ай да уйди вон там там гриб там грибы здесь грибы тут гриб такие дела ну что сказать это бесконечность весь бор усыпан грибами весь бор прям он чистые и уже на себе то стащить такое мясо не хочется кругом эти красноголовый ки белые вон собрали видно красноголовый ки даже и может сейчас только вышла вышли эти грибы мы уже стараемся поменьше которые брать такие крупные уже мы не тоже от насколько их видели такое оставляем маховик где маховик там баровик 10 метров стороне увидел двух штук хорошие оба гриба хорошие щекай вон еще два тоже чистые вон третий лишнее не будем лишний врез брать ну все наверно будем закругляться спасибо тайга что нам дала столько гриба в глубь заходить уже не будем у нас полные пакеты что у у меня пакеты целый рюкзак думаю хватит надо меру знать если при желании можно завтра снова прийти заодно будет прогулка грибы пособирать пока есть возможность пока лес дает надо брать потому что не всегда такой урожай бывает 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 много ходить приходится искать сегодня нормально так повезло ну вот мы уже вышли на дорогу уже обратно идем домой даже в сторону не смотрим потому что мы набрали такое количество грибов что нам вполне достаточно на сегодня и и вот до сюда вот сейчас вот что мы прошли с дому это получается как денис говорит ну у него смартфоне навигатор включен там десять километров показывает вот и обратно нам возвращаться ровно 7 километров по этой дороге вот сейчас по которой мы идем ровно 7 километров зигзагами мы бродили вот круг такой сделали по болоту еще и получилось 10 но от силы чтобы уже без обмана без ничего так будет примерно 14 15 километров это стопроцентно будет вот общее что что мы сегодня пройдем айда лужи давай мы через мост там глубоко нам как сказать жалко что с собой мы не взяли надо было термос с собой взять на природе попить чайок бутербродом да и в горле пересохла чуть аппетит вообще явилась так хочется покушать побродили вдоволь все возвращаемся вот и река уже сейчас будем переправляться через речку быстро прошагали уже никуда не по сторонам не смотрели больше грибов не собрали вот так одним словом вот такое кино ребят все будем переправляться кино закончилось ребят спасибо кто досмотрел на сегодня все всем пока ну-ка энце давай ты любишь купаться энце 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 айда энце мун гуляй давай мун мун перья то ряд период 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 у молодец с пол слова понимает не оставляют хозяина что еще больше надо вот так